Сотни тысяч паломников со всей России уже в течение месяца стремятся поклониться мощам святителя и чудотворца Николая Мирликийского. Святыню впервые привезли в Москву в Храм Христа Спасителя из итальянского города Бари. Николай Чудотворец – самый почитаемый в России святой, поэтому очередь к храму не оскудевает даже в дни неприятной для долгого ожидания на улице непогоды. Многие верующие берут отпуск, чтобы успеть приложиться к мощам. В составе большой делегации Нижегородской епархии в паломнической поездке в Храм Христа Спасителя побывали священнослужители, студенты семинарии Духовного училища, игумени женских монастырей, сестры Свято-Троицкой Серафима Диреевской обители. У мощей в Храме Христа Спасителя митрополит Георгий в сослужении Нижегородского духовенства совершил молебен с акафистом святителю Николаю. Все участники паломничества искренне рады редкой возможности не просто приложиться к святым мощам, но участвовать в богослужении в главном храме России. Песня в Храме Песня в Храме Благодарим Владыку сердечно за такую возможность побывать у мощей святителя Николая Чудотворца. Не всем нам посчастливилось быть в баре. Ехали долго, дорогой молились, мы читали Акафисты, мы просили святителя Николая о помощи. Петь в таком великолепном храме Христа Спасителя, это для нас очень большая честь. Мы об этом даже и не мечтали. Мои впечатления, они просто непередаваемые. Очень красивый храм, очень молитвенно. Мы пели Акафист с молебном, это было очень волнительно, и мы очень старались. Поездка замечательная, и не помешала присутствию количества большого людей. Эта поездка благодатная, и на самом деле чувствуется помощь Николая Чудотворца. Такое ощущение соборности, мощи русского духа, молитвенности. Сам факт того, что в нашу землю пришли мучи святителя Николая, и нам удается приложиться непосредственно к ним, это, конечно, великое дело, и петь в храме Христа Спасителя, это незабываемое ощущение. Самый главный храм всей России, это действительно большая честь в нем петь и прославлять Бога. И приложились к мощам, и спели достойно. Все с помощью Божьей прошло. Мощи Николая Чудотворца пробудут в Москве до 12 июля. Паломнический центр Нижегородской епархии организует поездки в храм Христа Спасителя для поклонения святыне. Дополнительную информацию можно получить по телефону 419-6477. Церковь во имя Владимирской иконы Божьей Матери расположена на бойком месте. Около 200 лет назад храм построили на средства купцов-меховщиков, и его окружали торговые лавки. Среди арзамасцев церковь была известна из-за предания, что именно здесь, у колокольни, муж побивал за юродство будущую святую Пелагею Дивеевскую. Сегодня рядом с храмом автостанция. Пассажиры автобусов часто заходят сюда перед дорогой. Несмотря на внешнюю скромность, горожане считают Владимирскую церковь одной из самых красивых в Арзамасе. В это сложно поверить, но храм совсем недавно возродился из руин. В 2004 году, кроме острова, на котором на крыше росли березы, мы бы ничего не узнали, мы даже не поняли, что здесь церковь находится. Здесь на крыше росли вот такие березы. Стены были проломлены, крыши не было, ротонды этой круглой не было. Все выглядело очень мрачно и страшно. 150 камазов только мусора вывезли из церкви. Постепенно храм восстанавливали. Вновь была выстроена ротонда, поставлен новый иконостас. Но если до революции церковь имела три престола, то сейчас в ней освящен только один алтарь. В том месте, где раньше находился предел в честь святителя Дмитрия Ростовского, сегодня хранится особо почитаемый образ. На нем изображен последний настоятель Владимирской церкви Иерей Николай Троицкий. Это единственный из прославленных велики святых арзамасских новомучеников, которому написана икона. И самое удивительное, что среди прихожан церкви есть его потомки. Правнук отца Николая Троицкого Костя Гущин – ученик воскресной школы при храме. В этом году он стал победителем конкурса мультимедийных проектов «Семя христианства» с рассказом о прадедушке. Но еще совсем недавно в семье ничего не знали о судьбе предка. Все очень сложно в тот век, который мы прожили, век, может быть, атеизма. Мама, которая, в общем-то, была последним ребенком в семье, она долго скрывала от нас эти все вещи. В 2000 году случайно вышли на постановление Синода, где в числе 50 нижегородских священников наш дедушка был прославлен священным учеником. Вот с тех пор, с 2000 года, мы начали как-то, так сказать, потихоньку по крупицам собирать те, к сожалению, утраченные уже на тот момент факты. Благодаря архивным записям и работам церковных историков удалось выяснить, что род священников Троицких известен с 1805 года. Но в Арзамас тогда еще дьякон Николай Троицкий переехал с семьей только в 1917 году. Город был известен благочестием своих жителей, обилием храмов и монастырей. В 1923 году Николай Троицкий был рукоположен во священника и стал служить во Владимирском храме. Именно тогда началась кампания по изъятию церковных ценностей. Перед настоятелем храма стояла задача сохранить общину, и отцу Николаю долгое время это удавалось, ведь прихожане его любили. Но в 1928 году Владимирский храм закрыли. Община отца Николая была приписана к другой церкви. Священнослужителю с семьей пришлось переехать в село Ревизень Перевозского района. В 1937 году как раз получилось так, что обвинили в том, что он является участником церковно-фашистской группировки, которую создал на Нижегородской земле Феофан Туликов, горьковский митрополит. Особо не церемонились, 11 ноября его забрали, а 20 ноября его не стало. Семье о расстреле отца было неизвестно. Его жена Елизавета Ивановна пыталась узнать что-то о судьбе мужа, но получила информацию, что он умер в ссылке в Магадане от гипертонического криза. О настоящей участии Николая Троицкого стало известно только спустя годы. Вот он обыкновенно был приходской священником, имел семью и детей. В горьковской тюрьме не признает кто-то клевету, не берет на себя всю эту неправду, стоит за веру, от креста не отрекается, от церкви не отказывается. Он знает, что его сейчас уже стреляет. Он стоял свое мнение, свою веру, развивает невдохновение для верующего человека даже. В пути за Христом, в пути спасения. Для чего Господь нам и является святых-то? Думаете, им надо было вот это прославление святым? Не надо, они к этому не стремились. Господь явил для нас, что мы, видя, что вот они люди из плоти и крови, такой же, как мы, как смогли Богу угодить, как сохранить веру. Вдохновило и сейчас вдохновляет. И молимся, почитаем. Если бы я знал это раньше, может быть, по-другому жизнь посложилась. Возможно, у меня были такие задатки, чтобы, может быть, я тоже пошел по этой линии. Но вот, к сожалению, время было очень сложное. И сейчас я все-таки чувствую вот эту Божью благодать. Вот в этот храм мы приходим, ну, как вот в свою семью. Вот чем больше ходишь, тем больше как-то вот привыкаешь и хочется ходить. В память о том, какой крепкой может быть вера, настоятель Владимирского храма протеерей Сергий Жулин установил около алтарной части большой гранитный камень. Но вскоре прихожанам о христианском подвиге новомученика Николая Троицкого будет напоминать и мраморный крест. Установка таких памятных знаков – одна из задач проекта по увековечению памяти новомучеников, который реализуется в Нижегородской епархии. Во время Божественной Литургии в Воскресенском кафедральном соборе Арзамаса митрополит Георгий осветил 27 памятных крестов. На них нанесены 72 имена. Это те люди, которые пострадали от своих же братьев и сестер за то, что не отказались от Христа. Соблюли верность Богу до мученической кончины. Они были посажены в тюрьму. Подтвергнулись те истязания, лишены жизни за то, что христиане. И подвиг 20 века здесь, в Нижегородской земле, наши предшественники повторили, как первые века христианства. Большинство невинно убиенных были расстреляны по приговору троек НКВД в 1937 году. Многие погибли в лагерях. Среди пострадавших за веру были не только священнослужители, но и неряны. Среди пострадавших за веру были не только священнослужители, но и неряны. Среди пострадавших за веру были не только священнослужители, но и неряны. Ранним утром городские улицы безлюдны. Но в храме в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость уже звучит молитва. Здесь 22 июня в 4 часа утра началась божественная литургия. Для россиян это дата – день памяти и скорби. Ведь уже в первые несколько часов Великой Отечественной войны погибло 80 тысяч человек, в том числе мирное население. Всего же за 4 года страна потеряла около 26 миллионов граждан. Поэтому литургия завершилась поминовением всех павших за Родину. Еще молимся у покаяния душу, сокши рабу Божьих, Преснопамятных вождей и воинов за веру и Отечество, На поле брани жизнь свое положивших, От раны глада скончавшейся, В пленении горьких работах невинно мученных, И убиенный всех победы ради, Потрудившись ее, ежепростите сил, Всякому при решении вольном уже и не вольном уже не вольном уже не встали. 76 лет назад произошло великое и одновременно страшное событие для нашей страны, которое оставило огромный след в истории. Началась Великая Отечественная война, И наш долг как молодежи чтить этот день И передать это более младшим поколениям, Чтобы память не терялась. Поэтому мы сегодня здесь, Наряду с другими городскими мероприятиями, Тоже отдаем дань нашим павшим предкам, Нашим родным, близким, Потому что в каждой семье есть какой-то герой, Мы должны обязаны их чтить. Каждый на своем месте, Кто-то у вечного огня, а мы в храме. У меня прадед воевал на войне, Родовой казак. По другой линии тоже прадеды воевали. Для меня это почитание своих предков И дань уважения отдать им в этот день, Так же, как и в День Победы. Мы услышали в Евангелии, Что Господь призывает не бояться в этой жизни тех, Кто имеет власть лишь над телом. И мы видим, что действительно наши предки Реализовали этот призыв Господа. Они не устрашились. И действительно, по словам Евангелия, Положили душу свою за други своя. И мы видим, что вот эта явленная любовь Не только отразилась на всех окружающих людях, Но и так же привела наш народ к Богу. Господи, Господи, душу слава, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok